И как всегда у нас в конце конкурс, но не обычный, а фотоконкурс И как всегда вы можете выиграть прикольный приз, на этот раз это пауэрбанк от фотостани Ну что друзья, всем привет, сегодня наш очередной выпуск свежих новостей Ну что, ты переоденешься? Да, сегодня наш очередной, я думал об этом, но потом забил Ну что ты меня сбил? В Нью-Йорке стартовала выставка фотографий в инстаграм, которые набрали 0 лайков Это как, ну как 0, ну в смысле? Блин, мама даже не поставила Даже маме похуй Выставка называется Zero Likes, очень оригинальное название И она посвящена нашей реальности, которая отличается от виртуальной реальности Потому что большинство людей расстраиваются, если их фотографии не набрали каких-либо лайков в инстаграме Да что ты говоришь? Но, как вы помните, из первого выпуска, который вы можете найти вот здесь Инстаграм скоро вообще отменит лайки, собственно и конкурс закончит свое существование А как они их искали? Я не знаю Двигаемся дальше Фотографии туристов помогли сосчитать животных в заповеднике Потерялись? Они что, не собираются возвращаться? Тех туристов, кто согласился принять участие в данной инициативе Помечали GPS трекером и в конце у них сливали все фотографии В итоге потом ученые сортировали весь этот контент и считали животных в заповеднике Это позволило ученым сэкономить 96% средств, которые тратились на содержание парка и на проведение подобных экспериментов до этого В итоге они потратили гораздо меньше времени на подсчет животных, потому что до этого большую часть времени занимала именно сбор данных и собственно ручной подсчет животных, а также эти фотоловушки, которые считали этих животных Понятно, нет? Да Ну, такая вот новость В скором времени вы сможете смотреть наш канал прямо из Тесла, которая припаркована Илон Маск объявил о том, что в Тесла можно будет на экранчике смотреть YouTube и Netflix В принципе, это две максимально большие площадки, которые покрывают весь видеоконтент в современном мире Я, конечно, сомневаюсь, что кто-то из наших подписчиков смотрит наш канал из Теслы Но если я не прав, дайте знать в комментариях Только не нужно фоткаться в чужой Тесле, типа вы смотрите наш канал Желательно делать это в своей Forbes опубликовал рейтинг, сколько зарабатывают российские блогеры Если честно, мне тоже очень хочется присоединиться к их числу, поэтому... Экшн! Уберите собаку! А чтобы у меня это получилось, нужны ваши реакции на данный ролик, ваши комментарии, лайки и подписчики Чтобы наш блог становился все популярней, ну хотя бы чуть-чуть Ксения Собчак, Юрий Дудь и Дагалич зарабатывают более миллиона долларов на своих YouTube каналах И самым успешным является все же Vilsacom, который создает не только развлекательный контент, но еще и полезный И занял плотно нишу именно обзоров техники На секундочку, его канал принес ему 2,7 миллионов долларов за прошлый год А сколько наш канал принес? 30 долларов? Нет Мы чуть-чуть отстаем Наш канал для сравнения за прошлый год принес нам аж 500 долларов И не беспокойся о том... Следующая новость о том, что Apple отчиталась о финансовых показателях за третий квартал 2019 года И впервые с 2012 года iPhone принес им менее 50% прибыли В принципе, я обладатель последнего iPhone и я, если честно, немного разочаровался после покупки И это было мое первое разочарование техникой Apple за долгое время Я даже делал пост в инстаграмчике об этом Миша, не выем! В то время для меня, как для фотографа, конкуренты очень мощно усиливают свои позиции на рынке Такие телефоны, как Huawei или Xiaomi уже выдают картинку гораздо лучше, чем Apple О чем и свидетельствует вот этот рейтинг DXOMark Которые собирают данные обо всех камерах в смартфонах Он не готовится, он вышел Ну, например, вышел новый Huawei Honor 20 Оснащен четырьмя камерами И основная из них обеспечивает разрешение 48 мегапикселей 8000 на 6000 Или нет? Это 8000 на 6000 Это же смартфон Вторая камера оснащена шириком Третья камера оснащена портретником с боке И четвертая камера создает потрясающие макро Которая тоже очень развлекает современных пользователей Которые начинают снимать всяких муравьев, бабочек и так далее Также вышел Google Pixel 3a Который является более бюджетным вариантом Google Pixel 3 И отличается в основном только более слабым процессором Но с камерой он творит чудеса И в принципе выдает такое же качество, как Google Pixel 3, а также как iPhone X и X Max И сам Google Pixel в октябре готовит выход Google Pixel 4 Первые фоточки его уже слили в сеть И по слухам там будет очень крутая камера На самом деле вокруг меня очень много ребят, которые раньше были на Apple Переходят на Android и пользуются новыми крутыми смартфонами Которые в своих разработках действительно опережают не только Apple Но и большинство зеркальных и беззеркальных камер Да и Xiaomi тихонечко под шумок готовит выход смартфона с 64 мегапикселями Больше информации есть о том, что данный телефон появится под маркой все-таки Redmi И Xiaomi четко начинает разделять свой бренд, в котором оставляет всю премиум линейку Которая продается через фирменные магазины И Redmi, в котором будет смартфоны для массового рынка А также больше для рынка туда Китая и всего того, что с ним связано У Samsung тоже дела обстоят не очень, они тоже отчитались о падении прибыли А также их гибкий смартфон за 2000 долларов с первого раза не стоит Они сначала презентовали его, потом сказали, что много нужно доработать Дорабатывают, дорабатывают и до сих пор не могут выпустить Потому что есть много проблем с этим гибким экраном Устройство вряд ли станет массовым Но при этом многие хотят купить себе такой вот новый формат раскладушечки от Samsung Американская модель Gigi Хадид выиграла суд у фотографа В октябре 2018 года модель разместила в своем инстаграме фотографию, сделанную уличным фотографом Через несколько дней она узнала, что на нее подали в суд за это фото Автору не понравилось, что она опубликовала фотографию без его разрешения Суд принял во внимание, что модель опубликовала свое фото на своей странице в инстаграм И выставил все так, что фотограф просто хотел получить за это денег и похайпить на имени модели Данный вопрос активно поднимается как начинающими, так и опытными фотографами Можем ли мы выставлять клиентов в инстаграме и в своих соцсетях Не можем, могут ли нам клиенты запретить их выкладывать Все эти вопросы мы активно обсуждаем в юридическом блоке моего курса «Финансовый прорыв фотографа» В котором мы помогаем за три месяца фотографам выстроить системный фотобизнес И увеличить доход от фотографии в два раза Прямо под этим видео есть ссылочка на мой бесплатный онлайн мастер-класс В котором я рассказываю про маркетинг и продвижение для фотографов Основные стратегии фотографа для продвижения себя А также рассказываю про свой курс Фотопроект «Что в кошельках» Меня все время спрашивают, где черпать вдохновение для своих съемок И я нашел ответ на этот вопрос Вот вам к примеру фотопроект «Что в кошельках» То есть фотограф взял разных людей разных стран мира И сделал фотопроект, показав, что находится в их кошельках На мой взгляд, это отличная идея для хайпа Особенно, если вы возьмете более-менее известных людей Люди охотно соглашаются поучаствовать в этих фотопроектах И также информацию о данном фотопроекте можно разместить во всех СМИ Таким образом, о вас, как о фотографе, узнает большое количество людей А также аудитория данных звезд Действуйте, ищите варианты для того, чтобы продвинуть себя И найти какую-то тему, на которой вы можете попиариться Внимание, очередной конкурс, который состоялся в 2019 году Конкурс птичьей фотографии Главным победителем на нем стал красноплечий черный трупиал Который, похоже, подышал кальян и теперь выпускает колечки Также лично мне понравилась очень фотография, когда орел и лиса вместе дерутся за зайца, которого они вместе споймали На мой взгляд, вот это прикольно Да ладно! Вот смотри Подышал кальян В следующем выпуске новостей, материалы в которой формируются благодаря мне и благодаря тем новостям, которые вы присылаете Будет еще очередная подборка свежих фото конкурсов И напоследок До меня дошла клевая подборка Фотографий с тенями На мой взгляд, они очень смешные, забавные, интересные Многие из них получились случайно При просмотре потом Многие получились осознанно И я вот подумал, а не сделать ли бы нам вместе с вами движуху Не важно качество фотографий Важно, чтобы она была оригинальная, смешная и интересная На нее было прикольно смотреть Поэтому присылайте ваши фотографии с тенями Прямо под этим видео Присылайте ссылочки Можете выложить в инстаграм Написать, что участвуете в конкурсе Фотостади Оставляйте ссылочки на данные фотографии в комментарии Я тоже буду активно участвовать в данном конкурсе И приз у нас будет пауэрбанк от Фотостади Которым вы можете раза 3-4 зарядить свой телефон На мой взгляд, он очень прикольный, удобный и кайфовенький Поэтому, если хотите данный пауэрбанк Прямо под этим видео оставляйте комментарии с вашими оригинальными снимками теней И всех участников конкурса мы опубликуем в своем канале Которые вы можете найти прямо под этим видео У меня все Друзья, да, и мы выбрали победителя нашего предыдущего конкурса В предыдущих новостях Им становится Алексей Банников, который выигрывает книгу «Финансовый прорыв фотографа» Мы отправляем тебе ее почтой за вот этот смешной комментарий о том, что нужно мне обновить наш курс Озабоченный видос Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...